Поделать. У вас же сегодня выходной, да? Да! Ну а что? У меня не было никогда выходной. Великую русскую гимнастку Светлану Хоркину встречают во Владивостоке уже как родную. Местные тренеры смело обращаются к спортсменке просто света. Все потому, что двукратная олимпийская чемпионка посещает Приморскую столицу уже далеко не первый раз. Даже бывая во Владивостоке проездом, Хоркина не забывает зайти в гости к местной спортивной школе «Гармония». В первую очередь я приехала сюда в рамках празднования Дня Тигра, который стал национальной, я бы сказала, визитной карточкой Владивостока. Так и вообще в России все знают, что в Владивостоке именно проходит этот праздник. Ну а уже в рамках праздника этого, конечно, я не могла войти стороной, являясь вице-президентом Федерации гимнастики и первым заместителем начальника ЦСКА, приехать в родной, наверное, гимнастический зал. Светлана приходит к юным гимнастам не с пустыми руками. Для начала уже по традиции она просит показать детишек, чему они научились за последнее время. И мальчики, и девочки без всякого волнения и даже с огромным желанием хвастают своими навыками. Светлана Васильевна внимательно следит за ребятами, а затем дает важные советы, которые ей когда-то и принесли успех в спортивной гимнастике. Она, например, говорила моим ученицам еще два года тому назад, над чем работать и так далее и тому подобное. Она такой человек, что она может сама лечь, показать, поддержать. В общем-то, знаете, человек спорта, человек личности. Опыт в карьере у Светланы был самый разный. Она не фокусировалась на чем-то одном. Девятикратная чемпионка мира, тринадцатикратная чемпионка Европы. И все это в различных упражнениях. Говорит, что большая часть успеха зависит от того, где начинается карьера. И Хоркина знает про непростую ситуацию со зданием школы «Гармония». Руководство совместно с мэрией уже последние несколько лет пытаются решить вопрос с размещением юных спортсменов. Нынешняя база атлетов на пограничной 12Б не подходит по размеру, а также не соответствует нормативам для занятий здесь спортом. В любом случае зал требуется, конечно, увеличение объема его квадратуры. Ну и, конечно, снаряды бы неплохо. Но я думаю, что если будет зал, то Федерация гимнастики, Всероссийская Федерация, может рассмотреть заявку и помочь материально-технической базе, то есть закупить снаряды те или иные потихонечку. По окончании мастер-класса Светлана смогла лично пообщаться с каждым тренером и ребенком, а также раздать автографы и стать центром очередной памятной фотографии. Максим Яковлев, Алексей Изаровный. Новости спорта на восьмом.